Всем большой привет! Сегодняшнее видео, как вы уже поняли, о пустых банках. Так, ну что, вот видите, у меня лежит здесь хна, специально оставила его показать, ну в общем-то, такие многие, да, мы оставляем. Раньше я хной пользовалась очень часто, и, наверное, это, возможно, и держала в хорошем состоянии мои волосы, то есть делала всякие маски горчичные там и так далее. Сейчас, за, наверное, полгода, это вот мой первый пакетик, ну нет времени, просто рука совсем не тянется. Покупаю постоянно бесцветную, ну в принципе можно и цветную покупать, то есть, да, для окрашивания все равно через месяц она досмоется, но пока как-то, кстати, надо будет еще одну купить. Ну вот смывала, конечно, смывать ее тяжело, обычно я наношу ее с репейным маслом и еще маску добавляю туда. Ну, в любом случае, хна становится жидже, ее смывать хорошо, но зато репейное масло, маску, особенно масло, да, с волос я раза три шампуня мою. Покупаю бесцветную, это я таким пользуюсь. Долго не буду останавливаться на вот этих салфетках, я их покупаю в фикс прайсе, покупала и покупать буду для интимной гигиены и для просто антибактериальной. Далее, пластыри от такой вот фирмы, матопат, наверное, не знаю, прозрачные. Прикольно, что они прозрачные, здесь, видите, 20 штук написано. Я, кстати, ищу пластыри, которые были бы, чтобы одни большие. Тут у меня, видите, остались вот такие, для меня, ну, в принципе, это нормальные. Есть еще больше, да, вот такие вот, наверное, досюда, да, то есть они вот такие широкие. Я хочу себе всю упаковку, чтобы, например, были одни широкие. Вот эти вот совершенно мне не нужны, вот эти вот, там вот они еще остались мелкие. Просто специально показываю, так как я редко снимаю видео о пустых баночках. Ну, другие блогеры снимают гораздо чаще. Ну, понятное дело, зависит от того, кто, как человек покупает и как человек пользуется быстро. Далее, я вам покажу вот такую штучку. Это у меня, получается, пробник, как бы, да, гель для стирки особых тканей. Хорошо концентрированный от Фаберлик. Так, я его не покупала, это мне передала мама мужа. Я, первый раз у меня такой был. Ну, в принципе, она мне сказала, что очень хорошо стирать шерстяные вещи. Из шерстяных, то у меня, наверное, только одна кофта была. За все это время сейчас куда-то. Ну, что могу сказать? Ну, кстати, аромат от него не сильный. Те, кто не любит. Нормальный, обычный гель. То есть это не, как мне вроде как объяснили, это не кондиционер для белья, а сам пыл. Просто жидкий порошок, да? Вот, то есть. Вот так вот. У меня у самой закончился Ариэль большой. Вот. Вот от него крышка вот так была. Вот. Жидкий порошок, который идет, где-то тут было. В общем, он должен идти, вот, сразу с кондиционером. Поэтому этот порошок дает очень обалденный аромат, вкусный, который мне потом приелся. Это все-таки, как-никак, здесь на сколько вот, да, 2 килограмма, 1 литр. Нормальный порошок можно покупать. Нужно заливать сюда и ставить барабан, да, на вещь. Раздражает иногда, что он сокает по... Бьется стук от него. А так порошок хороший. И плюс с кондиционером дает хороший аромат. Но минус то, что иногда, я не знаю, может, у нас машинка стебанута. Приходится второй раз нужно и полоскать, в общем, вещи. Потому что, бывает, запах остается. Также закончилась белизна. Долго останавливаться на ней не буду. Белизна на и в Африке белизна. Потом у нас капля идет, активный кислород. Знаете, ничем не отличается от мифа, но, в принципе, у них ценовая политика схожая, да. Очень похоже на мифы. Кстати, он очень густой. Мне понравился. С яблоком прекрасный аромат, вкусный. У меня закончилась такая штука. Уже не знаю, сколько раз я их покупала. Золотой шелк фирмы. Экспресс кондиционер. Витамины для волос. Вот. Не смывать. Легкое расчесывание. Питает волосы. Витамины. Витамины предупреждает выпадение волос. Ну, в общем, у меня против выпадения волос я в основном беру. Она вот с такой помпочкой. Вот. Может оставить пузырек. Раньше я такие выкидывала. Вот. Витамины для волос. У меня закончился вот такой скраб. Для тела от Эйва. Шоколадное удовольствие. Боже, какой божественный аромат. Это что-то с чем-то. Это просто бомба. Я не знаю. Не фокусируется. Гадина. Один хрен, да? Но я что-то, как всегда, останавливаюсь на том, что надо. Скрабом назвать его очень, в принципе, тяжело. Это скорее пилинг. Но независимо... Но он густой. Очень густой. То есть, это не гель для душа. Это густой гель для душа, что ли, назвать. Или густой пилинг какой-то. В общем, этот аромат, это тот крем в тортах, который и в пирожных я очень обожаю. Поэтому я мылась, мылась. И так его хотелось съесть. Это просто, блин. Мне очень понравился. У меня закончился шампунь тоже от Эйвен. Адванс техник. Это у меня было. Содержит аргинин и кератин для всех типов волос. Укрепление и защита. Вот. Укрепление и защита. Что могу сказать об этом шампуне, да? А, блин, какая рука третет. Что можно о нем сказать? Это... У них вот эта фишка, вот такие вот эти шампуни, вот эти, я не знаю, как назвать. В общем, мне это не нравится в Эйвене. Такие с блеском. Не знаю, шампунь как шампунь, честное слово. Мне порой нравится мыться обычными на травах, тем не дешевыми, нежели чем вот эти вот эти в Эйвене покупать. Укрепление и защита я не заметила. Поэтому просто для меня это просто шампунь как шампунь. Также в Эйвене приходил мне такой пробник сейчас новой серии кремов нутроэффекта увлажнения с SPF 15 дневной крем. Мне он показался, он сначала мне он понравился, а потом он перестал впитываться в мою кожу. То есть он остается на лице. То есть для меня это жирный крем. Мне не понравился. Поэтому я его себе не куплю. Это, наверное, я единственный человек, который оставил такой отзыв об этой новинке. Потому что сколько я не смотрю в интернете, всем он вроде как понравился. По всей видимости, я одна такая. Но кому-то он, в принципе, должен был не понравиться. Так, краска палет. Цвет средней русы. Толку-то я не знаю, какой толк. Потому что я все равно купила в фикс-прайсе, и мне больше понравился цвет, нежели чем этот. Мне этот, он слишком коричневый. А здесь он как-то на свету, что здесь коричневый. Ну, а когда в магазине покупаешь, он вроде серым отдавал. Ну, как этот, в принципе, палет сушит волосы очень, портит волосы. Но я вот покупаю за то, что ведусь, в общем, на цену. И как бы доступная цена. И плюс, очень упаковки яркие. Кажется, что цвет таким получится. Но не всегда вот этим получается, на самом деле. Даже у них. У меня закончился лактоцит. Фемина плюс средств для интимной гигиены, для очистителей кожи. Всегда покупала и буду покупать. Ну, конечно, если гинеколог не скажет мне, что не стоит этим пользоваться. Надо спросить, кстати, у нее. Постоянно забываю. Мне очень нравится. Так что, как-то так. Крем для ног смягчающий. Золотистая тыква, кукурузное масло. Эффект с первого применения. Номер один на рынке. Хороший крем. Но такой жиденький, мягкий. На лето хорошо. Это тыква. Многие его хвалят. Я не скажу, что он прям бомба какая-то. Крем как крем. Ничего особенного. Абсолютно. Вот это я всегда хвалила и хвалить буду. Это мыло дав. Это, да, это моя любимка. Обожала. Покупать буду постоянно. Дальше закончился у меня втородент. Укрепление десенки, дровы. Знаете, я, ну, влоги мои смотрят, проболела. Вот с горлом, фаренгей, там, да все. Воспаление десен у меня было. И, да, десны болели. Очень воспалялись. Ну, все во рту, короче. Когда я купила его, представляете, одному месту припадок он... И когда я вот с ним заболела, я стала им полоскать, и мне он, наоборот, раздражал. Щипал, в общем. Короче, короче, черня, в общем. Ну, он дешевый, поэтому, не знаю, ерунда какая-то. Тут у меня закончилась туалетная водичка. От... Эйвен. Вот название ее. Там трилогия, сейчас вышла новинка зелененькая, да, цитрусовая. В общем, это дешевая. Знаете, дешевая, но сердито. Так это вот про нее. Кстати, моему мужу очень понравилась упаковка. Фу, дизайн на бутылочке. Ее длинные. Мне, кстати, такие не нравятся. Ну, как говорится, с кем поведешься, того и наберешься. Ну, когда, знаете, любимому человеку нравится, начинаешь так смотреть, думаешь, ну, в принципе... Для меня это как-то по старинке, вот эти вытянутые какие-то... Как-то он стоит такой на столе, какой-то дурацкий. Это я про дизайн. Мне дизайн как-то не очень. Какой-то а-ля 90-е, что ли. Покупала, значит, стоит он сколько там? По старым ценам он стоил 200 рублей. А сейчас он подороже. Ну, короче, это просто кайф. Это просто бомба. Я, наверное, не знаю. Вот когда это твой аромат, да? Когда ты постоянно брызгаешься им. Стоят вот дорогие, да? Там ты ими как-то, ну, приятные, прикольные. В принципе, есть неприятные. И то я тоже брызгаюсь. Ну, купила, приходится брызгаться, в общем. Ну, иногда я, в общем-то, отдаю, но иногда бывает, никто и не берет. Ладно, спаранула, как всегда. Это просто классный аромат. Мне очень нравится. Это мой аромат. Он дешевый, девочки, но зато он в стойке. Как может за такую сумму, вот сколько я покупала просто в магазинах, за такую сумму, за 200 рублей, чтобы у стойки, застрелиться просто. Сейчас я вам покажу другой. Вот у меня резинка. Вот она. Резинку убираю. Тоже длинный, да? Ну, кстати, он просто такой круглый, симпатичный. Упаковка такая девчачья. Вот тут губки. Я не скажу фирму, потому что наверняка фирмы у нее нет. Это мега дешевый. Это вот он стоил, по-моему, 150 рублей. Тут что написано? Парфюм, парле, парлики, слили, что-то. Вот. На дне осталось. С яем брызгалась дома. И вообще брызгала что-нибудь. Там плед, что-нибудь, когда кто-то там должен был прийти. Спиртяра-спиртяра. Вот это вот понятное дело, что вот купила я в магазине, купила я и забыла где. То ли Санги Стиль, то ли Золушка, то ли Копейка. Я в этих магазинах, самую дешевую я взяла, по-моему, года полтора назад, наверное. И все, вот никак не могу его закончить. Крышечка вот такая она стандартная. Так вот, и тут же вот в этой Вейване, да, за эту же сумму считается, и настолько стойкий аромат. Так что я думаю, что стоит заказывать в этой компании. Короче, отвратительный. Не знаю, долго останавливаться не буду. Сейчас другую покажу. Я такую уже где-то год назад показывала. По-моему, это было первое мое видео, когда я стала снимать пустые баночки. Тогда я купила два таких аромата по акции. Потом, когда я их купила, они вернули, ну, уже акции не было, вернула своя цена. Там еще какие-то есть другие. И, ну, то есть все дороже они стали. Называется Pink Taxi. И у меня тут что осталось? У меня тут осталось вот что. Тогда я брызгала с этим ароматом. Одну такую закончила год назад, наверное. И сейчас вот целый год я брызгаю с этой херней. Другой. Схватила тоже... Нет, сейчас скажу, где я его купила. В магнит косметик. И он такой, знаете, легкий, нежный, совершенно нестойкий аромат. Он очень-очень нежный. Девочкам, знаете, такое можно покупать, туфту вот эту. Причем они стоят около, по-моему, 500 рублей. Когда вот этот можно купить за 200 рублей. То есть прошарить, но на самом деле можно только так. Просто выкидывать деньги, он нестойкий. И очень слабый. Просто нежный. Ладно, если бы он был хотя бы стойкий. То тогда, да, можно пользоваться. Когда там хочется что-то... Ну, как сказать, такое мягкое, нежное. Но, увы, он того не стоит. У меня, девочки, закончился зеркалин раз. Закончилась туалетная бумага плюш. Вроде как. Три мягких слоя. Не знаю, где там три слоя. Сандал. Нарисе-то написано, что сандал. Но сама туалетная бумага почему-то не пахнет. А пакет пахнет. Сейчас понюхала. Хотела, пожалуйста, чтобы туалетная бумага не пахнет. Да я не знаю, она вообще пахнет или нет. Я просто никогда не нюхала. А тут, когда вот теперь стала заниматься, да, там, Ютьюбом. Что-то понюхала. Раз, туалетную бумагу. Вторую, пятую. От этих. Господи, там, подороже, которые тоже не пахнут. Блин. А что тогда пишут аромат? Закончился вот такой гель для душа от Икраше. Фреш роза. Действительно пахнет розой. Вот такой маленькой баночки хватает надолго. Ну и Фреше, вы знаете, вообще не маленькую, да, выпускают. В принципе, маленький гель для душа, если, да, вот эти, которые по... Сколько там? Не знаю, 200, что ли. Их надолго очень хватает. И очень хорошо брать в дорогу. Вот такую маленькую штучку очень классно брать с собой в отпуск. Понравился аромат. Правда, мне показался он очень нежным. Очень легким. Там я люблю как-то... Ну, посерьезнее, что ли. По поводу зеркалина. Я чуть не помню, показывала я уже или нет его. В общем, это от прыщей. Он идет с клиндомицином. Это уже у меня вторая баночка. Вот у партия вторая. Медленно лечит очень прыщи. То есть, ну, даже в самой этикетке написано, да, клиндомицин-тоантибиотик. И написано, что срок лечения полгода. В принципе, я тут всего-то два месяца, наверное. Может быть, не знаю, хватит мне пробовать или не хватит его. Как я буду его покупать? Или сорвусь на что-то другое? Также у меня закончились вот такие... Как их называть? Стикеры, не стикеры. Атлантик. Это доместес. Для туалета. Да, для унитаза. В общем, я как я делала... Штучку вот эту мы не вешаем. Я открывала просто бачок. Туда кидала, растворяла там. И потом уже с пеной вода сливала. Здесь было две штучки. Ну, хорошая вещь. Я люблю для унитаза, когда сразу сливается с... Ну, с чистящим средством, так сказать. Закончился вот такой освежитель я вешаю дома. Один уже. Аромат какой я сейчас... Это сирень. Эта сирень, она закончилась. Она пустая. Пахнет просто обворожительно. Просто... Видите, вот это темное. Вот это все пропитано маслом. И до сих пор воняет. Пахнет пахнет. Кайф. Просто, просто, просто кайф. Дальше. Туалетная бум... О, фу, господи. Губная помада. Не знаю, сколько лет. Это вот, видите, серия. Она не фокусируется. Это, в общем, Арифлейм. Это Арифлейм. Это Арифлейм. Но она не хочет фокусироваться. Если не хочет, уже ничего не поделаешь. Ладно. Ладушки, ладушки. Мы живем у бабушки. Так. Много лет ей уже тоже. Это дешевая серия. Мазалась. Она съедается быстро. И она очень жирная. Наверное, там какая-то увлажняющая... О, шо, там так долго закроется. Увлажняющий какой-то эффект, наверное. Не хочет, да, фокусироваться? Что-то... Нет. Ну, в общем, это Арифлейм. Может, кто-то... Самое главное, непонятно, почему. Одно, он фокусирует, другое нет. Это не очень-то понятно. Должен же как-то что-то... Вот. Вот. Серия вот эта. Такая закончилась. Далее. У меня закончился крем для ног от Эйван. Футворкс. Увлажняющий крем для ног с маслом Акадами. Даже муж мой выбивал. О, чем пахнет, чем пахнет. Божественный аромат. Вкусный. Пахнет печеньками какими-то. Ну, я просто вот это не люблю. Увлажнение. Особенно для ног. Немножко не понимаю. Теплый аромат. То есть, на зиму. Но на зиму увлажнение тоже я люблю. Я люблю на зиму вот либо вот смягчение. И то он жиденький слишком какой-то крем. Вообще, люблю питание. Чтоб питало очень кожу. Увлажнение больше подходит на как-то, мне кажется, на лето, что ли. Но на лето не пойдет. Он запах сильно термоядерный. Будет бить. Он согревающий такой, да? Теплый. Даже горячий, что ли, не знаю. Поэтому на зиму только такие штучки. Такие штучки. Но приятный аромат. Пропользовалась. Потерялась крышка. Крем для рук. Пархатные ручки. Питательный. Смечает кожу рук. И в общем, здесь идет с маслом Ши, авокадо и провитамином В5. Хороший крем. Запах напоминает мое детство. Крема такие были у моей мамы. Вот этим с таким ароматом. Да. Так что... Ну, что там про бархатные ручки говорить? Кремка, крем. Кстати, он очень быстро впитывается. Это замечательно. Муж мне такие любит. Иногда пытаюсь его там вот... помазать, потому что помазал, потому что руки шершавые, вообще убитые. Такие, знаете, сразу с работы. И ему нравится, что он очень быстро впитывается в крем. Потому что другие бывают, я ему давала. И, конечно, он больше никогда не соглашается им ими мазаться. Потому что они тяжело, долго впитываются. Бывает, вообще не впитываются. Всякие вот эти зимние там, вот эти они вообще пипец какие. Он быстро впитывается, но руки, например, потом сухие. Вот если наночь намазать, то на утро они какие-то... Как будто я их и не мазала. Ну, вот это его минус, в общем-то, в целом. Так. Вот такой второй у меня уже в предыдущем видео показывал. У меня такой закончился. Сейчас закончился еще один. Тоже покупала два в аптеке сразу. Я и мажу, мазала, что тот, что этот шею огуречный. Потому что, ну, что-то он мне как-то с моим лицом ничего не делал. И он плохо впитывался. Вот я вспомнила, он плохо впитывается в лицо. Он жирный, висит жирный слой, поэтому дешевый крем. Закончился следоцит. Цинковая маска, ночная антиугревая, крем-гель. Он такой маленький тюбик. Не могу открыть. Не могу, потому что не в ту сторону кручу. Маленький тюбик. Я боялась, что... Боялась, вот он белый. Боялась, что он такой маленький. Но потом подумала, что он такой маленький, зачем помогать. Ни хрена он не помогает. Быстро он как бы подсыхает, как масочка. И знаете, у меня лежит тут же мазь, то ли что там сынковая. Просто дешевая, ну как с аптеки дешевая. Мне гораздо дешевле, чем это. То же самое. Я переплатила это в два раза, там. То есть, с чем-то взяла эту херню. Не помогает тоже мне. Маттеатейвен лосьон. Вот она фирма. Чуть-чуть осталось. Добиваю с горем пополам. Мне не нравится. Вяжущий тоник для глубокой очистки. Просто охлаждающим эффектом. Вообще не вызывает никакого охлаждения. Толком никакого... Поначалу, когда я купила, только открыла, ну, заказала его. Он был новый. Чуть-чуть там вяживание такое, как вяжание такое было. Был такой вяжущий эффект, скажем, да. Сейчас вообще вес толку. Мне не нравится. Я не люблю тоники. Скажу честно. Наконец-то закончилась вот эта тоже вещь. От Faberlic Young. Для молодой кожи. Это очищающая пенка щербет для лица. Для жирной и комбинированной кожи. Охлаждающая. Да, действительно охлаждающая. Действительно пенка. Действительно дает пенку, в смысле, когда смываешь. Такой щербет, такой густой-густой, что... Короче, знаете, эффект такой, как пенка... Не пенка, нет, как гель для умывания. Только очень густой. Он помогает, якобы, восстановить микроциркуляцию в коже, продавая сияющий, свежий вид. Экстракт семян маринги защищает кожу от загрязнения, агрессивное воздействие окружающей среды устраняет воспаление. В общем, я им пользовалась очень долго. Тоже год, наверное, на мне стоял. В качестве... Как это слово? Ну, умываться. Умывалась, в общем. Господи, родить не могу никак. Для умывания. Тоже сразу показываю, это у меня, значит, что для бюста. Крем скульптор бюста. Вот такая баночка. Мадн Польша 150 миллилитров. Вот так. Значит, открыла вам баночку, показать. Видите, именно всего на один раз, максимум на два. Сразу, думаю, все покажу, что осталось, там что кончается. Белая консистенция, аромат такой кисло-сладкий, приятный. Как будто что-то цитрусовое. Каких-то ярых раздражений он не вызвал. Каких-то ярых. Видите, я водой его промываю обычно. Тут на русском был написан перевод. Ярых, да, там, раздражений. Но единственное, что я наносила днем, и под... Ну, под футболку, да, там. И прыщики появлялись на груди, да. И... Как сказать... Что еще у него? Аромат приятный, раздражений нет. В целом. Какого-то эффекта, подтягивающего, я не заметила. Я почему, в общем-то, купила-то, потому что я набираю вес, потом кто худеет, то набирает, то худеет. Вы не сами понимаете, женщины, которые имеют грудь среднего размера и дальше, знают, как, ну, появляются либо растяжки, либо, ну, какие-то обвисания всякие. Вообще с большой грудью женщины меня поймут. И, то есть, поэтому, как бы, вот, прикупила. Я не увидела никакого эффекта. Не знаю, может, конечно, баночки этой мало. Но, знаете, ну, как бы, тут, сколько я сказала, 150, да, миллилитров. В принципе, нормально хватает достаточно. На... Долго. Ну, я ничего не заметила. Просто как крем. В принципе, ну, и хорошо. То есть, ни соски, ничего, никакого раздражения не вызвала. Если что, да, вот появились прыщики, но это лишь потому, что, может, я слой какой-то толстый мазала очень много. Вот я нашла еще один зеркалин. Действительно, вот они у меня два закончились. Это вот сколько я два и покупала, столько у меня и закончилось. Видите, пусто. Лечь, но медленно. Но лечь. Ну, я просто их колупаю. Постоянно занимаюсь, пытаюсь заняться вот этой чисткой. Лицами нужно это все проковырять. Комендоны, потом у меня они красные. Руки из одного места постоянно хочется. В общем, на этом были все мои пустые баночки. Спасибо всем за внимание и всем пока-пока. Показать зубные пасты, которые закончились. В общем, моя фишка это лесные бальзамы. Это с листьем черной смородицы, такие липы, отвары черных трав. Она приторно-сладкая такая, какая-то. В общем, аж бесила меня. А это, что у нас тут? Экстрак ромашки и блепихи. Чаще всего ее покупаем. Потом сплат фирм отбеливания плюс. И аквафреш мягко-мятная. Вот. Вот это классная зубная паста. Очень приятная. Мне очень понравилась. Она такая, знаете, в меру мятная. Она такая слабенькая, средняя что-то. Мне очень понравилась. Это вообще бесполезная дурацкая зубная паста. И, кстати, стоматологи ее не советуют. Она портит зубы.